Уже получилось. В пятый раз в Байкальске прошел детский экологический фестиваль. Что обсуждали школьники со всего региона и как им удалось удивить взрослые жюри, расскажем в следующем материале выпуска. Земля, воздух, вода, величайшие богатства природы. Клянемся бережно относиться к ним, разумно их использовать. Клянемся? Клянемся! Узами особой клятвы связали себя почти 100 школьников. Объединяет их любовь к природе. В Байкальск они прибыли со всей Иркутской области для участия в экологическом фестивале «Байкальский калейдоскоп». Песни, сценки, танцевальные номера и все об экологии и защите природы. В течение трех дней школьники делились своими знаниями и наблюдениями, а заодно познавали новое. Для участников провели несколько экскурсий, ведь многие впервые увидели Байкал. Среди них Вика Лопатина из Куйтунского района. Ей больше всего запомнилась экскурсия, связанная с легендами озера. Мы узнали, что Байкал имеет ухо, сердце, подмышку. Даже мы не знаем, что есть подмышка. Новые открытия и удивления ждали на фестивале и членов жюри. В выступлениях сразу несколько команд затронули важную проблему будущего Байкальска и возможных путей развития города. За пять лет проведения фестиваля такие серьезные темы поднимают впервые. И такие порывы, конечно же, поощрили. В этом помощь фестивалю оказала «Н-Плюс Групп» – крупнейшая в России компания в сфере энергетики, металлургии и горно-рутной промышленности. Мы всегда рады поддерживать такие проекты, таких ребят, которые не только талантливые и творческие, но также социально ответственные. Они не безразличны к окружающей среде, к экологии. И мы даем им возможность дальше развиваться и как-то самореализовываться. Победители фестиваля получат возможность расширить свой кругозор. В качестве приза они получили сертификат на поездку в Красноярск. Уже летом школьники отправятся в заповедник Столбы, чтобы получить новые впечатления, которые наверняка пригодятся им на следующих фестивалях. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Новости по будням.